Так, мир всем, шалом, шаббат шалом, накануне, в преддверии субботы, читаю чтение Вайт Ханан, продолжаю чтение книги Второзакония, и вот в таком еврейском переводе, читаю очень интересный переводе. И молился я Богу. Глава называется Вайт Ханан. И молился я Богу, что по ту сторону Иордана, прекрасную гору эту и Ливан. Но разгневался Бог на меня из-за вас и не слушал меня, и сказал мне Бог, полно тебе, не говори мне больше об этом. Взойди на горшину пизги и взгляни на запад и на север и на юг и на восток, и посмотри глазами своими, ибо не перейдешь ты этот Иордан. И дай повеление Ихуашуа, и укрепи его, и утверди его, ибо он встанет во главе народа этого, и он завоюет для них страну, которую ты увидишь. И оставались мы в долине напротив Бейт-Пеора. Иисус. 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 И будешь слушаться голоса его. Слышал ли народ голос всесильного, говорящего из огня, как слышал ты, и остался жив? Или попыталось ли божество прийти и взять себе народ из среды народов, испытаниями, знамениями и чудесами, и войной, и рукой мощную, и мышцей простертой, и страхом великим, как все, что сделал для вас Бог всесильный ваш? В Египте на глазах твоих тебе дано было видеть, что Бог есть всесильный. Нет другого, кроме него. С небес дал он тебе услышать свой голос, чтобы наставлять тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и слова его слышал ты из огня. И потому, что возлюбил он отцов твоих, избрал он в потомство их после них, и вывел тебя сам, великую силу своею из Египта, чтобы изгнал ты народы более великие и многочисленные, чем ты, и чтобы привести тебя и отдать тебе страну их в удел, как это и происходит сегодня. Познай же сегодня и прими сердцем своим, что Бог есть всесильный. На небе вверху и на земле внизу нет другого. Храни же установление его и заповедь его, которую я повелеваю тебе сегодня, чтобы хорошо тебе было, было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Бог всесильный твой дает тебе на все времена. Тогда отделил Маше три города по эту сторону Иордана к востоку Солнца, чтобы мог убегать туда убийца, который убьет ближнего своего безумысла, не будучи врагом ему ни вчера, ни третьего дня. И убежит он в один из этих городов и останется жив. Бецер в пустыне в краю равнин у сынов Риовена, и Рамот в Гильаде у сынов Гада, и Галан в Башане у сынов Менаше. Вот учение, которое разъяснил Маше сынам Израиля. Вот свидетельство и установление и закона, которое произнес Маше сынам Израиля после исхода их из Египта. По эту сторону Иордана, в долине напротив Бейт-Пеора, в стране Сихона, царя Эмореев, живших в Хешбоне, которого разгромил Маше и сыны Израиля после исхода своего из Египта. И овладели они страной его, и страной Ога, царя Башана, двух царей эморийских, которые по эту сторону Иордана, к восходу солнца, от Аруэра, который на берегу потока Арном, и до горы Сион, она же Хермон. И всею степью по эту сторону Иордана, к востоку, до моря Степного, под склонами Пизги. И созвал Маше весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, установление и законы, которые я говорю вам сегодня, а вы изучите их и старайтесь исполнять их. Бог Всесильный наш заключил с нами союз у Харева. Не с отцами нашими заключил Бог союз этот, но с нами, находящимися здесь сегодня. Все мы живы. Лицом к лицу говорил Бог с вами на горе из огня. Я стоял между Богом и вами, в то время как, чтобы пересказать вам слово Бога, а потому что боялись в огня и не восходили на гору, а слово Его. Я Бог Всесильный твой, который выбил тебя из страны египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя богов других, кроме меня. Не делай себе изваяния какого-либо образа того, что на небе вверху и что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Бог Всесильный твой, Бог Ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и четвертого поколения тех, кто ненавидит меня, и творящий милость на тысячи поколений любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Бога Всесильного твоего попусту, ибо не оставит Бог того, кто произносит имя его попусту. Соблюдай день субботний, чтобы осветить его, как повелел тебе Бог Всесильный твой. Шесть дней работы и делай всю работу твою, а день седьмой, суббота, Богу Всесильному твоему. Не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который во вортах твоих, чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя, как ты. И помни, что рабом был ты в стране египетской, и вывел тебя Бог Всесильный твой оттуда мышцею мощную и мышцею простертую. Поэтому повелел тебе Бог Всесильный твой отмечать день субботний. Чти отца своего и мать свою, как повелел тебе Бог Всесильный твой, дабы продлились дни твои и дабы хорошо было тебе на земле, который Бог Всесильный твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради и не отзывайся о ближнем своем ложном свидетельствам. И не желай жены ближнего своего, и не желай дома ближнего своего, поля его, поля его, и раба его, и рабыни его, быка его, и осла его, и ничего, что ближнего твоего. Слова эти произнес Бог всему собранию вашему, с горы, из огня, облака и мглы, голосом громким, и более не продолжал, и написал он их на двух каменных скрижарях, и дал мне их. И было, как услышали вы голос из мрака, а гора охвачена огнем, подошли ко мне все главы колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Бог всесильный наш славу свою и величие свое, и голос его слышали мы из огня, сегодня видели мы, что говорит всесильный с человеком, и тот остается в живых. Но теперь, зачем нам умирать, ведь пожрет нас этот огонь великий, если мы и дальше будем слушать голоса, голос Бога всесильного нашего, то умрем. Ибо какой человек, услышав голос всесильного Бога, живого говорящего из огня, как бы, как мы и останется в живых. Подойди ты и слушай все, что скажет Бог всесильный наш, и ты перескажешь нам все, что будет говорить тебе Бог всесильный наш, и мы будем слушать и исполнять. И услышал Бог звук речей ваших, когда вы говорили со мной, и сказал мне Бог, слышал я звук речей народа этого, который говорил с тобою, хорошо все, что говорили они. О, если бы это сердце их склонно было бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовеки. Иди и скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останешься со мною, и я объясню тебе все заповеди и установления и законы, которым тебе научить их, чтобы они исполняли их в стране, которую я им даю для владения ею. Старайтесь же поступать так, как повелел вам Бог всесильный ваш, не уклоняйтесь ни вправо, ни влево, по всем путям, которые указал вам Бог всесильный ваш, и идите, дабы вы были живы и хорошо было вам, и продлились дни ваши в стране, которой вы овладеете. И вот заповеди, установления и законы, которым Бог всесильный ваш повелел научить вас, чтобы вы исполняли их в стране, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. Чтобы боялся ты Бога всесильного твоего и соблюдал все установления его и заповеди его, которые я повелеваю тебе. Ты и сын твой, и сын твоего сына, во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. Слушай же, Израиль, и старайся исполнять, чтобы хорошо было тебе и чтобы вы очень размножились, как обещал тебе Бог всесильный, отцов твоих, в стране, текущий молоком и медом. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Люби Бога всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой своей и всем существом своим. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И повторяй их сынам своим, и произноси их сидя в доме своем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И повяжи их, как знак, на руку свою. И будут они знаками между глазами твоими, и напиши их на косяках дома своего и на воротах своих. И будет, когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, которую он поклялся отцам твоим, Аврагаму, Исхаку, Якову, дать тебе города большие и хорошие, которые ты не строил. И дома, полные всякого добра, которые ты не наполнял, и колодцы высеченные, которые ты не высекал, виноградники и масличные деревья, которые ты не посадил, и будешь есть и насыщаться. То берегись, не забудь Бога, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства. Бога всесильного твоего бойся и ему служи, и его именем клянись. Не следуйте за богами иными из богов народов, которые вокруг вас, ибо всесильный Бог ревнитель, Бог всесильный твой в твоей среде, дабы не возгорелся гнев Бога всесильного твоего на тебя, и не уничтожил он тебя с лица земли. Не искушайте Бога всесильного вашего, как искушали его в массе, и строго соблюдайте заповеди Бога всесильного вашего, и свидетельства его, и установления его, которые повелел он тебе. И поступай справедливо и хорошо в глазах Бога, чтобы было хорошо тебе, и придешь и овладеешь страной хорошую, которую поклялся Бог дать отцам твоим, отбрасывая всех врагов твоих пред тобою, как говорил Бог. Тогда, когда спросит тебя сын твой в будущем, говоря, что это за свидетельства и установления, и законы, которые повелел Бог всесильный наш вам, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, и вывел нас Бог из Египта рукою мощную, И явил Бог знамения и чудеса великие, и гибельные в Египте над фараоном и над всем домом его у нас на глазах. А нас вывел он оттуда, чтобы привести нас и дать нам в страну, которую поклялся он дать отцам нашим. И повелел нам Бог исполнять все установления эти, чтобы боялись мы Бога всесильного нашего, во благо нам во все дни, чтобы дать нам жизнь, как ныне. И в праведность зачтется нам, если строго будем мы исполнять все эти заповеди пред Богом всесильным нашим, как Он повелел нам. Когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, то изгонит Он многие народы пред тобою, Хетов и Гиргошеев, и Эмореев, и Кнаанеев, и Приизеев, и Хивеев, и Евусеев. Семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И когда отдаст их тебе Бог всесильный твой, и ты разгромишь их, то уничтожь их, не заключай с ними союза, и не позволяй им жить у тебя. И не родни с ними дочери твоей, не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо отвратит это сына твоего от меня, и они будут служить иным богам. Ибо сгорится гнев Бога на вас, и уничтожит Он тебя скоро. Но вот как поступаете с ними, жертвенники их разбейте, столбы их сокрушите, и священно деревья их срубите, и из вояний их сожгите огнем. Ибо народ святой ты у Бога всесильного твоего, тебя избрал Бог всесильный твой, чтобы ты был ему народом, избранным из всех народов. Что на лице земли, не потому, что многочисленнее вы прочих народов, вожелал вас Бог и избрал вас, ведь вы малочисленнее всех народов, но из любви Бога к вам и ради соблюдения им клятвы, которую Он дал отцам вашим, вывел Бог вас рукой и мышцей, и освободил тебя из дома рабства, из под власти фараона, царя египетского. Знай же, что Бог всесильный твой, Он всесильный, всесильный, верный, хранящий союз и милость к тем, кто любит его и соблюдает заповеди его на тысячу поколений, и воздающий ненавистникам своим, уничтожая их, не замедлит он воздать ненавистнику своему. Соблюдай же заповеди и установлений, и законы, которые я повелеваю тебе сегодня исполнять. Аминь.